Мы с тобой рождены для того, чтобы выпить рассветы. Те рассветы, которым название горе и радость. Те рассветы, которым название юность и старость. Те рассветы, которым название дружба и братство. Братство губ, братство тел, братство молний с мякотью неба, братство рук, утирающих горькие слезы любимых. Это кровные братья всемирного братства народов. Это нежные сестры немеркнущей дружбы оружием. Это Владимир Алексеевич Смолдыев, поэт, о котором мы так мало знаем с вами сегодня. Его не стало 9 марта 1971 года. И я очень надеюсь на сегодняшнюю встречу в нашей белой студии со Стеллой Каминской, первой и единственной женой Владимира Алексеевича Смолдырева. Стелла Казимировна, я рада вас видеть. Много лет назад я стремилась встретиться с вами, но не получилось. У нас как-то не сошлись судьбы наши с вами тогда. Но вот сейчас мы с вами встретились. Вы позволите мне обращаться к вам просто по имени Стелла? Да, конечно. У вас очень редкое имя. Я просто наслаждаюсь тем, как оно звучит, Стелла. И отчество тоже редкое. Но у меня отец поляк. И Каминская, это польская, видимо, фамилия. Да, это польская фамилия. Итак, вот перед нами часть архива вашего. Это то, что осталось от Владимира Алексеевича. Это фотографии его. Очень редкие, кстати. Я смотрела в интернете. Там очень мало фотографий Владимира Алексеевича. А чего совсем не найдешь сегодня? Это вот этих вот роскошных рисунков. Вот это что, Стелла Казимировна? Это я за вязанием. Это вы за вязанием. Это когда было написано, помните? Я не помню, но это еще дочери не было. Это вот первые годы жизни в Лазе. Вы только приехали сюда после? После окончания. После института. После ростовского института. Как вы познакомились? Ну, по стечению обстоятельств мы учились в одной группе. У нас очень дружная группа была. Первое время мы всей группой после занятий ходили в кино гулять просто. Ну, а потом стали встречаться. Было очень интересно. Он очень много стихов знал наизусть. Читал свои стихи. У него было любимое место. Это вот на театральной площади в Ростове есть большой парк. Но он не парк развлечений, а именно вот парк. Деревья, дорожки. И вот очень любили мы там бродить. Он читал стихи. То есть он уже тогда писал? Он уже тогда писал. Были 50-е годы? Ну, я поступила в 57-м, а закончили мы в 62-м году. Вот прекрасная фотография. И очень редкая. Да, это... Вот он был такой или... Или вот такой вот вихрастый где-то здесь есть? Ну, вихрастый... Натуральный блондин. Да, это время... Какое ощущение от него? Вспомните. Ну, очень общительный. И из него энергия. И вот какое-то такое собирание интересных людей сквозило. И вот большое очень количество интереса ко всему. К поэзии, к архитектуре. Вы вместе с ним заканчиваете в одной группе. Институт сельскохозяйственного машиностроения. Да, у нас специальность, технология машиностроения и металлореживающие станки. По направлению мы приезжаем в Лозу. Собственно говоря, он стремился в Подмосковье. Надо было быть ближе к Москве, чтобы войти в этот круг, чтобы где-то печататься. Потому что с этим делом было очень сложно в те времена. Ну, было Нахабина ближе, но он побоялся, там была воинская часть. А наши ребята, вот наш именно курс, заканчивали солдатами-необученными. Они прошли полный курс этого обучения, а потом отменили военную кафедру. И он очень боялся, что его в армию... Занятут, да. Вот. Ну, таким образом мы попали сюда. И он попал в отдел, из которого можно было... Была возможность съездить в Москву. И при любой возможности он раз в неделю ее посещал. Как его вот эта профессия? Он инженер-конструктор. Я где-то читала. Все-таки он потом бросил. Ну, это не его было. Просто это было не его и все. Просто это было время инженеров. Да, это было время инженеров. Отец настоял, чтобы он шел в технический вуз. Скажите, а как страна? Вот Смолдырев, власть, официоз. Как у него вот были взаимоотношения с тем режимом? Ну, он был сбоку этого режима. Он в это дело не лез. И никогда... То есть мы когда сюда приехали, то там стоял вопрос, он или Новиков будет секретарем комсомольской организации. Там в лозе, да? В лозе. На заводе. Вот. Ну, он там со мной советовался. Ну, то есть это вот собранием было. И говорит, нет, это мне не подходит. Это не мое. Не пойду никуда. А вообще в Комсомолии он был? Да, он был в Комсомолии. А в партии? Нет, в партии он не был. Он очень деятельный товарищ был. А потом он даже к Новикову пошел работать. Он когда уволился из лозы, то первое место это вот... Новиков тогда был секретарем горкома комсомола, он к нему пошел работать. Кем? Ну, каким-то... Я не помню, как они назывались. Какой-то там инструктор. Инструктор. Какого-то отдела. Да, 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 да. Это тогда он начал собирать вокруг себя молодых поэтов в Загорске. Да, нет, но не он. Он собирал-то Горловский. А как он познакомился со Слуцким? Вот это было в тот период, когда он пробивал свою акварель. То есть нужен был обязательно кто-нибудь, кто напишет вступительное слово в твоей книге. Кто-то из мастиков. Да, он сумел познакомиться со Смоляковым. И тот ему сказал, ой, извините, молодой человек, вы мне очень нравитесь, но стихи ваши, это не мое. Вот. И потом он познакомился со Слуцким. Я даже один раз как-то вместе с ним была, и они со Слуцким в метро почему-то на платформе встречались. Вот такое у меня отпечатывалось. И что за разговор был у них о чем? Не помню о чем. Вот. И вот таким, я не знаю, как он познакомился, но он немножечко был хуже. Он знал Ларису Васильеву, еще кого-то. Ну вот так вот, немножечко. То есть он, конечно, не вхож был ни к Вознесенскому, ни к Цуршенко, никому из этих. Хотя он Вознесенского очень любил. Ему сначала Кетрин очень нравился, он очень любил читать поэму Зочи его. И под влиянием Кетрина он тогда очень долго мучился, пытался написать поэму о стройке. Он год перед поступлением в институт, он первый раз не поступил, работал на стройке. У нас как раз вот это вот здание строилось. А потом сдал на все пятерки, да, поступил. Ну и как его стихи о стройке? Получилось его написать? Одно стихотворение здесь осталось, такое коротенькое. Тонкие белые электруды клевали синий железо, ручные облака петляли между арматурой. По котловану проходили бульдозеры, держа перед собой зеркальные ножи. И пели штукатуры на лесах, обрызганные матовым раствором, и медленные башенные краны, как дирижеры взмахивали стрелы. Это все, что осталось его трудами над поэмой. Он мучился с этой поэмой целый год. Мы сами стройка, вот идея этой поэмы была, но потом он все выкинул. Он вообще мучительно писал? Да, он писал, ну, в основном мучительно. Ну, он много курил и много вычеркивал. Писал, переделывал, правил и правил, и правил. Никогда ничего с лета не было. Вот, потом читал, потом опять сидел ночами и правил, правил. После работы сидел, потом вот уволился. Уволился, чтобы чаще ездить в Москву, и чтобы, это самое, было время писать. Это вот вам, видимо, письмо. Он здесь обращается к вам, к еще кому-то. Лада – это дочь. Вы уже разошлись? Нет, мы еще не разошлись. Она родилась в браке. Мы разошлись, когда я была около года. Но он тут обращается, по-моему, Лада Владимировна. Это дочь, она Лада. Отдавалой дочери, да? Да, да. Со всем уважением, да? Да. Вот это самое. Неделя молодежной книги начинается с 20 сентября. Душанбе нет, но есть Ташкент. Буду проситься в Ташкент. Если поеду, ждите в гости. Поступил на службу в Загорский дом пионеров в качестве руководителя Клуба молодых любителей литературы. Ну вот. Вот еще, оказывается, был такой клуб, да? При доме пионеров. А я вот не знала об этом. Что еще пишет? Написал еще два сонета из венка экономических сонетов. То есть это экономические сонеты? Это смолдаревские стебли? На золоченом стебле болтовня и где-то в Каспии над бешенством волны пустой дряблый невок провисает. Ну то есть его послали от молодежной, от молодой гвардии написать что-нибудь. Духоподъемное? Духоподъемное, патриотическое. А в результате пустой дряблый невок провисает. Исчез оседр неведомо куда. В ячейках сбаламущено играет речная семицветная вода. Он страдал от того, что мало издавался? Он очень страдал от того, что мало издавался. Во-первых, он очень хотел поступить в Литинститут. Он отправлял свои стихи. Там надо было написать, какое у вас образование, что вы закончили. Образование высшее и все. Отлук получал постоянно. Я ему предлагала. Я говорю, давай под моей фамилией пошлем и напишем, что я не очень. Нет, а вдруг ты поступишь, я что это делать буду? Такой эксперимент мы не проводили. А в журналы он послал регулярно. В Новый мир, в юность. У него была мечта напечататься в юности, она так и не осуществилась. Он снова печатал, снова отсылал и снова отказывал. Он вообще говоря упорный человек. Написал, к примеру, 11 поэм и не представил в издательство ни одной расправился с ним самосудом. Это вот Борис Слуцкий пишет. Это так и было, да? Это так и было. 11 поэм. Ну, насчет 11 я не помню толком, но вот стройка была, еще были поэмы. Вот тогда под влиянием этих зодчих Кедрина он писал. Вот, и все это было выкинуто. А почему? Ну, ему не понравилось. Он разыгрывался в этом деле. Он очень, очень, он скептически относился, очень вот вычищался до конца. То есть не жалел, да? Нет, 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 нет. Если плохо, все нужно с этим расставаться. Да, нет. То, что никогда он не печатал, это ничего. А венок он, видно, просто не прошел, потому что к выходу спирали он был написан. Спираль так вышла. Это при нем вышел сигнальный экземпляр только. А в принципе она уже издана была после его смерти. А на что вы жили? На что мы жили? Ну, сначала он работал, а потом вот он подрабатывал везде. Он даже в нашей школе преподавал рисование. В лозе, да? В лозе, да. Вот, то есть, ну, так. Каково было вам с ним, с тыла? Ну, как, понимаете, это жизнь не семейная жизнь, это жизнь вот ради человека, ради вот какой-то цели. То есть, ну, наверное, наш союз разрушился, потому что появилась дочь, и уже мы вошли в другое состояние, когда надо было на что-то жить. Он так мне и пишет в письмах, что он не представляет, на что мы будем жить, потому что явно я же пока не буду работать. Ну, а потом он считал, наверное, так принято было, чтобы пробиться, надо, значит, каких-то друзей приглашать в ресторан. Ну, на этом деле он, как все, полетел. Ну, то есть, начал жестоко пить в результате чего и погиб. Вот так. Тяжело вам дался разрыв? Тяжело дался разрыв, да, тяжело. А ему как он пережил развод? А он, когда мы вышли из суда, он рыдал и говорил, пойдем вернемся обратно. Ну, все понимал прекрасно. Я не знаю, насколько это правда, но его мама сказала, что в его архивах была моя и Латина фотография. Вот так сказать. И он больше не женился? Он больше не женился, нет. А ученики? Вот кого он считал своими учениками здесь? Сосина. Владимира Сосина? Владимира Сосина. Общался он очень много с художниками, вот с Сандаревым, Крыловым. Вот Куняев тоже в этот круг ходил. Это самое. А так, ну, Чиковым. Ну, он понимал, что он выше гораздо. Ну, извините, но понимал. Он это хорошо понимал. То есть он знал свое место, да? Он знал цену себе, так скажем. Да. Он понимал, что он очень неоценен, и он очень от этого переживал, страдал и так далее. Может быть, и ушел из-за этого. И вы представляете, ведь мы говорим о молодом человеке. Мы говорим о человеке, которому не 50, не 40, а 32 года. 31. Ему не было 32. Слушайте, вот до меня только сейчас это находит. Да. Это же мальчишка. Его любимая фраза была «возраст гения в 38». Напречувствовался ранее уход, а сам ушел. Ему не было, ну, немножко, но не было 32. Он родился 26 мая 1939 года. Рядом со мной яблоня, как факел стоит, зелеными яблоками о землю стучит, наклоняется, через плечо заглядывает, неразгаданное слово, разгадывает, перечупнуто слово, не найдено. Спрашивает яблоня, зачем это надо, кому это надо, ночами не спать, ночами не спать, слова искать. Я не знаю, яблоня, зачем это надо, я не знаю, яблоня, кому это надо. Может быть, яблоком, летящим во мгле, может быть, синий, как ветер в земле, может быть, девочки, прильнувши к окну, может быть, вовсе никому. Луна качается, тени колеблит, опускаются яблони на колени, светлые капли роняет, над зелеными яблоками ветви ломает. Он не мог не писать. Вот это вот стихотворение о том, что, для чего пишет. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,